Давайте проверим связь. Доброе утро. Как видно, так точно. О, миссики появились. Сегодня я смотрю все вовремя, все как часики. Молодцы. Задание все доделали? Сегодня. О, Татьяна, с интернетом тебя. Легче. Значит, смотрите, у нас завтра последний день 10-дневки марафона. Сегодня все вовремя подчищайте, потому что марафон заканчивается, конечно, ну как, уже школьный класс заканчивается, да, а ты еще задание не сдал. Поэтому сегодня обязательно все доделайте, договорились? И первое, с чего хочу начать, у нас пошел уже очень хороший сдвиг. Я вчера писала, да, там, за вчерашний день только товарооборот 10 тысяч. Пошли подписи в городе Пенза, ребята, я вас поздравляю. Пошли подписи. Вот у Виталия в команде у Галины Пичугиной, я знаю, пошли подписи. То есть, в целом, команда идет очень правильным путем, это радует. Вчера было две презентации. У нас была презентация в городе Тольятти, была презентация в городе Пенза. Я знаю, что, конечно, было не так, может быть, много людей, но результат, я убедилась лишний раз, что статистика у нас очень высокая по включениям, потому что фактически вот те люди, которые даже были только включены как инвестора, как партнеры, то есть они приняли решение и сейчас уже повышают свои пакеты, причем на очень хорошие пакеты, это я говорю по городу Тольятти. И, плюс ко всему, то есть уже назначены встречи с их людьми, люди включились на презентацию, поэтому наши презентации работают хорошо, и когда у вас будет объявлено, что в вашем городе презентация, просто крутитесь, вердитесь и сделайте, чтобы у вас там были люди, потому что можно, лишь воспользовавшись одной презентацией, очень здорово поднять себе чек и увеличить свой заход. Значит, ну, это первое, о чем я хотела поговорить, сегодня у нас предпоследний день, и буду говорить об очень важных вещах, как вы думаете вообще, от чего зависит свой результат в бизнесе, от чего он складывается, в каких пунктах? Видели, вот у кого-то прет, у кого-то пока нет, у кого-то люди приходят, у кого-то нет, у кого-то... Так, хотел сказать, прям словочек из головы, у кого-то растет глубина в сети, да, а у кого-то она не растет только в первой линии, с чем это связано? Ага, отношения, ответственность, позитив, система команды действий, позитив, постоянство, честное обучение всех пунктов... Ага, смотрю, уже такие у нас и грамотные, молодцы. Значит, и кто из вас вообще настроен серьезно создать команду? Команду, не просто так кого-то подписать, а вот создать команду. Давайте пишем вообще, каких людей вы хотите в команду? Какая должна быть эта команда? Какими качествами, какие отношения должны быть внутри? Пишем побыстрее. Активный, ответственный, позитивный,me телестремленным, телестремленным, самостоятельным, ответственный, команда победителей. В Volkania, личность позитивных, активных, активные, активные, активные. И как вы считаете вообще, с чего начинается построение команды? Как построить свою команду? С чего начать? И как вы считаете, с чего начать? Команду необходимо войти в чью-то команду, пропитаться, проникнуться, переопылиться, и по подобию тогда можно легко создать свою команду. Согласны? От чего зависит вообще доход человека? Он зависит от того, с кем человек общается. Круг вашего влияния. Вот напишите сейчас 5 человек, с кем вы больше всего общаетесь в течение дня. Себе в тетрадочке напишите 5 человек, с кем вы постоянно больше всего общаетесь в течение дня. Так напишите, поставьте единичку. Что написал уже? Написали, да? А теперь напротив каждого человека поставьте приблизительно, вот насколько вы знаете, уровень дохода этого человека. Как напишите, поставьте двоечку. Написали, да? Приблизительно, Татьяна, приблизительно. Ну, видно же, да, человек имеет полмиллиона, или он имеет там 10-20 тысяч рублей. Это же видно? Угу, написали. Теперь смотрите, сложите вот эти все цифры и поделите на 5. Вы получите среднее число. Напишите в чат, какую цифру вы получили. Ну, вы не можете ступать сюда, да? Давайте, давайте, побыстрее считаем. Приблизительно, я уж не говорю, там до 150. 10 тысяч, так. Дальше. Идем. Подал wasn't. Дальше. Идем. Идем. А теперь смотрите, у кого из вас доход приблизительно столько, сколько вы сейчас написали? Плюсик можно поставить. Приблизительно там плюс-минус. Если вы ставите минус, то значит где-то неправильно посчитали, либо не тех людей написали. Я имела в виду людей, с которыми каждый день вы общаетесь, ну, постоянно, постоянно, скажем, у кого-то совпало, да, значит, упражнение сделано правильно. Смотрите, теорема доказана, с кем ты общаешься, в кого ты и превращаешься. Вы же, когда с кем-то общаетесь, в любом случае это влияние и выберете чьи-то мысли. Вот когда я вам свою историю расскажу, да, я работала по найму, потом попала на первое свое событие, и вот там у меня произошло озарение. То есть я увидела вообще других людей, с другими ценностями, они были позитивны, они говорили там о своих целях. А я работаю по найму, ну, о чем говорят работники по найму? Едешь на работу и думаешь, кого бы сегодня обсудить, какой бы сериал обсудить, а то же на работе надо о чем-то поговорить. Знакомая, наверное, кому-то картина, да? А что дома произошло, тут у кого-то муж козел, да, не так себя понял. И вот приблизительно вот такие разговоры. Ну, это я беру, я работала экономистом в плановом отделе, то есть это, в принципе, так скажем, почти, скажем, высший слой работы по найму, да, в организации. И вот приблизительно такие разговоры. Когда я вернулась в событие, я посмотрела, вы знаете, у меня открылись глаза. И какой-то одна женщина, и она начинает на меня что-то сливать в свое, в свои проблемы. Там дети какие-то, внуки какие-то, еще кто-то. И вы знаете, вот в тот момент у меня так щелкнуло, я говорю, а зачем вы мне это-то говорите? Я говорю, а зачем вы мне жаловите, нет, и зачем? Вот первый раз в жизни, я так говорю, я это помню. Ну, и она мне так посмотрела, и она ушла. И вот здесь я поняла, что в каком болоте я нахожусь, что я такая же, такая же, потому что такие же мысли я так же обсуждала там своего мужа, да, я так же жаловалась где-то на своих родителей, такая же. Отчего это зависит? Ну, представьте, вот завод очень такой видный показатель. То есть если прийти, где работают работяги, да, например, там слесари, ремонтники, у них одинаковая форма, у них одинаковый флэнк, у них, как правило, раздают матом. Разговоры какие? Вчера попил пиво 5 литров, да, сегодня голова болит, и вот что-то приблизительно такое, да. И смотрите, вот у вас вчера мы разговаривали, почти у всех заявка на доход 35 тысяч евро. Почти все. Некоторые человек там написали 5-10, да. Как вы считаете, вот если вы будете продолжать делать то же самое, позволять влиять тем же самым людям на вас, вообще реально, чтобы ваш доход стал 35 тысяч? Кто считает, что это реально? Это не реально. Вообще не реально. И, вы знаете, когда я начала бизнес, я сначала не могла понять по поводу влияния, я на событиях слышала, что надо позволить кому-то на себя влиять. Надо выбрать наставника и позволить ему на себя влиять. Я не могла понять, что такое влияние. Я приходила, допустим, к своим родителям, и, вы знаете, я видела такой взгляд, они меня смотрят, ну хоть что-то у тебя получается. И у меня все опускалось внутри, знаете, ножом по сердцу. Такая жалость в их глазах, какая я бедная, несчастная, непонятно чем занялась. И фактически, то есть потом я уже поняла, что такое влияние. То есть вот, к примеру, сказали бы они мне сейчас то же самое, да. Даже если бы сейчас у меня еще не было дохода. Если у меня есть влияние на его наставника, то слова остальных людей, они мне вообще безразличны. Понимаете, о чем я говорю, или нет? Я не буду реагировать на чье-то там мнение. Мне будет вообще это по барабану. Если кто-то мне придет, оно скажет, например, вам человек говорит, да ладно, куда ты поперся. Все, ты издулся, я тебе поздравляю, ты позволил этому человеку на себя повлиять. И когда на вас не влияет кто-то один, фактически на вас влияют все, кто угодно, все, кто угодно вас умеет. Вы знаете, это как проституция получается. И как создать вообще такой большой бизнес? Первое, позвольте наставнику на себя влиять. Выберите влияние. Что такое влияние? Это когда ты превращаешься не в говорилку и звонишь наставнику. Слушай меня, я тебе вот говорю вот так. Нет, надо превратиться первым в большое ухо. Что такое влияние? Если наставник тебе сказал, возьми книжку, бойся, но действуй и начни прорабатывать. Это должно быть сделать в ту же секунду. Посмотрите, как вы считаете, у наставника вообще есть интерес, чтобы ты в жизни преуспел? Или он хочет, чтобы ты вот со мной, с ним нищим ходил? Это, наверное, единственный человек, который на самом деле заинтересован в своем успехе и росте. Как вы думаете, если человек заинтересован в своем успехе и росте, будет ли он говорить что-то такое, что тебя наоборот опустит, а не поднимет? Ну, это, наверное, какой-то сумасшедший наставник должен быть. Конечно же, нет. Человек, он будет говорить то, что тебя продвинет. И если сегодня тебе не нравится, вы знаете, так часто бывает, что наставник, он тебе бьет в одну и ту же точку. Одну и ту же говорить. Знаете, не долгое время. У меня был период, когда у меня был спонсор, и у меня появился тренер в бизнесе. То есть спонсор была одна женщина, а тренер был Вадим. Через полгода я уже занималась бизнесом, он мне дал телефон и сказал, ты можешь мне звонить. И вы знаете, пока у Вадима с моим спонсором была прямая связка, мой спонсор, она его слушала, она передавала все как есть, дословно. У меня было все ровно. То есть она мне говорила одно и то же, и он. Я сижу и думаю, да что они мне твердят одно и то же. Я это уже слышала миллион раз. Пока, вы знаете, я не поняла. Слышать и услышать, и потом сделать вообще разные вещи, совершенно разные вещи. Я уже это слышала. Но это классно, что ты слышал. А доходки-то? Доходки почему не изменил? Значит, ты просто не сделал то, что тебе говорят. И в какой-то момент мой прямой спонсор, ее там похвалили, нахвалили, и она просто начала слушать вообще другого спонсора с другой веки. Ее там похвалили, что она супер-купер видит. И смотрите, что стало происходить. Она мне говорит одно стойкое локольное, а мой тренер говорит другое. Вы знаете, у меня вечером болела голова. Я сидела и думала, е-мое, а что делать-то? Она вот так сказала сделать, а он вот так. И какое-то время меня просто колбасило, у меня болела голова. Я думаю, если так сделаю, а он наоборот сказал. Понимаете, я говорю, вот видите, происходит такое, как эрот, раздрай. Пока однажды я не поняла, что надо позволить влиять на себя одному человеку. Что в моем понимании влияет? Я определилась, что я доверяю своему тренеру, и если он что-то говорит, я это делаю. Даже если мне это не нравится, если он мне сказал, я просто пойду и это сделаю. Потому что я знаю, что он же говорит для меня. Он же делает так, чтобы у меня все в жизни улучшало. И, вы знаете, вот здесь стало ровно, во-первых. Во-вторых, пошел бизнес. В-третьих, если у тебя есть связка с наставником, давайте не так скажу. Вот у кого из вас уже есть люди в сети подписаны? То есть у кого-то, может быть, сейчас еще в процессе, да, а у кого-то есть. У кого есть подписаны? Можно плюсики ставить, да, чтобы у вас есть. А кого из вас ваши люди не слушают? Вы им говорите, 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 а он тебя не слушает. Есть такие? Ты ему говоришь, вот так надо сделать, а он не слушает. Вот это, а он не слушает. Кто с этим сталкивается? Посмотрите, у нас классный бизнес, у нас бизнес-дубликация. И на самом деле, не важно, что ты говоришь человеку, человек будет делать то, что ты делаешь. И если ты не слышишь своего наставника, твои люди, они не слышат тебя. Здесь прямая зависимость. Если люди тебя не слышат, дальше будут посмотреть, там тоже не слышат. И в результате вообще можно ли таким образом создать свою команду? Вы получаете большую команду, где каждый сам себе режиссер. Этот вправо, этот влево, куда угодно, да, но не в одной пряжке. Вчера мы с вами включали ролик, где там ребята бегут, тележки видели, да? То есть одна тележка трудностей и ход, один вправо, один влево, да? А другая тележка, где все ухватились и побежали вместе. Поэтому, если вас трудно не слышать, ваши люди, повысьте слышимое ему наставнику, выберите влияние. Смотрите, что произошло в моей жизни. То есть я вам просто скажу. Когда я начинала бизнес, ситуация была такова. То есть с родителями мы почти не общались очень редко, были непонимания. С сестрами были непонимания. Доход был никакой вообще. То есть почти полгода у меня никто не встречался, никто не регистрировался. Я делала много-много действий. И ничего не происходило. Вы знаете, что сейчас? Сейчас я живу в гармонии. Потому что с родителем потрясающие отношения. Потому что сегодня даже они меня спрашивают в советах по многим вопросам. С сестрами потрясающие отношения. С сыном потрясающие отношения. В семье потрясающие отношения. Доходы растут. Вы знаете, это результат того, что однажды я позволила наставнику на себя влиять. И выполняла его рекомендации. Вот сегодня результат. И если вы хотите, чтобы у вас все улучшалось, проделайте с собой эту операцию. А если мне наставник сказал, Катя, именно в тех событиях, все это не обсуждается, это не важно, есть ли у меня деньги, нет ли у меня денег, не важно, я там буду, мне сказал наставник. Если он сказал, читай вот такую книгу. Я ее сразу открываю и начинаю читать. И как создать хорошую дубликацию? Как создать команду? Ты разговариваешь с наставником. Кстати, поставьте единичку. У кого из вас есть тетрадь для разговора с наставником? Когда ты с наставником разговариваешь, ты за ним все записываешь дословно. Единичку поставьте. Я знаю, что у них тетрадь есть. Если вы для нас уже... Да, я знаю, что Галя всегда записывается, я за с ними рассказываю. Вы все дословно записываете, что говорит наставник, или то, что выборочно вы посчитали нужно? Тогда непонятно. Ага, выборчик. Это вообще круто. Вот смотрите, знаете, что вы записываете выборочно? То, что вы сегодня понимаете, то, что вы сегодня принимаете, вот это вы записали. А то, что вам не нравится быть наставником, вы это не записали. А это именно то, что необходимо сделать для того, чтобы у тебя был другой результат. Я взяла правило, я записываю всегда дословно. Даже вот до сих пор, вот сколько лет мы уже с Вадимом вместе, вы знаете, даже дома иногда мы сидим ужинаем, и я за ним записываю какие-то вещи. Он не говорит, у меня всегда тетрадка на столе, я всегда дописываю, я до сих пор учусь. Потому что без этого никуда. Мы видим только одну сторону медали. А наставник он видит с разных сторон. И кого из вас ваш наставник бесит иногда? Вот он тебе что-то говорит, тебя раздражает. Давайте откровенно говорить. Кого из вас раздражает наставник? Вот он говорит не так, как ты хотел быть больше. Вот ты на одну рассчитываешь, а он тебе что-нибудь бесит. Нет. Это хорошо, что нет. Это хорошо, что бесит. Вы знаете, если тебя раздражает иногда твой наставник, это говорит вчера. Ну видишь, Галя, у нас все получилось, ты же меня все-таки услышала, и все произошло. Если вас бесит ваш наставник, я вас поздравляю, у вас хороший наставник. Потому что наставник, он всегда бьет в больную точку, где... Вы знаете, это как хирург. Вот, например, приходит человек, а у него нарыг, там, на пальце, да, изогновение. Вот смотрите, если рану не вскрыть, то что произойдет? Гангрена, отрежет пальцы, потом отрежет руки, и в результате человек может умереть. Вот наставник, тренер, это как раз как хирург, понимаешь? Он вскрывает вот этот вот чили, да, для того, чтобы вся гадость вышла, и рука будет только зажила. Это я вам уже так вот объясняю, перевожу на русский язык. И вот на этот момент обратите внимание, еще по поводу команды, хочу сказать. Не бесит пока. Все у тебя впереди еще. Значит, и по поводу команды. У вас пойдет результат тогда, когда вы будете делать во имя общей командной цели. Некоторые говорят, мы помогаем всем в бизнесе. Я помогаю всем людям, я готова помочь всем. Вы знаете, это называется снять вообще с себя обязательства за результат человека. То есть я всем помог, а кто, у кого какой результат будет, ну, мне не волнуйся, я же помогаю всем. И другой разговор. Когда ты берешь человека, ты ему говоришь, смотри, ты меня слушаешь, ты меня слышишь, ты выполняешь рекомендации, и тогда я гарантирую тебе результат. В какой случае, в каком случае будет результат? Как вы думаете, в первом или во втором? Конечно, во втором. Это мне специально непонятно, да? Во втором. Когда ты слушаешь, ты сразу же выполняешь. Поэтому, чтобы создать себе крепкую такую надежную команду, во-первых, войдите в команду своего наставника, потому что не все вошли. Не все вошли еще. Где-то рядышком там присматриваетесь, притираетесь. Войдите в четкую связку. Что такое связка? Дам на наставник телефону, говорит, звони каждый день. Знаете, как мы с ним делали? Прошел день, например, у тебя прошел день, ты за день не заработал денег. Это говорит о том, что что-то в течение дня ты сделал, ну, что-то делал не так, но ты зато расходовал свое время. Может быть, где-то не так завершил сделку. Какие-то детальки, да? Но сделаны с ошибкой. Как исправить ошибку? У нас многие знаете, что делать? Вот когда есть результаты, отключения, мы будем наставник позвонить. Я такой герой, все, у меня результат пошел. Знаете, что я вам скажу? Когда у вас прет в бизнесе, вам наставник в принципе не нужен. У тебя уже прет. А вот когда у тебя не прет в бизнесе, по каким-то причинам, в этот момент нужен тебе наставник, чтобы где-то он тебе помог повысить веру в себя, найти работу там, сделать над ошибками, изменить какие-то там фразы. Любая фраза, она несет за собой энергию. И вот здесь вот важно понимать. Прошел день, не заработал ты денег. Поднимай трубку, звони с наставником, разбирай свой день. Что ты делал? Какие были встречи? Как ты разговаривал? Как ты завершал сделку? Как я стала тренироваться? Мне Вадим дал телефон. Вы не представляете, он мне дал еще одной девчонке в параллельной ветке, а мы с ней вместе снимали отдых. И мы с ней сидим друг на друга, смотрим, я говорю, ты Вадим звонила? Она говорит, нет, а ты, я говорю, тоже нет. Она говорит, я боюсь, я говорю, я что-то боюсь. Вы знаете, это мышление, как у наемного работника. Боюсь звонить наставнику, потому что начальник, он меня поругает. У нас здесь нет начальника. Настальник для тебя, именно для того, чтобы исправить какие-то ошибки. И в какой-то момент мне Вадим говорит, почему не звонишь? Ты что, боишься, что я тебя буду ругать? Говорит, так ничего не сделаешь. И, говорит, с этого момента делаем так. Мы проводили живые рандевуры, ты, говорит, проводишь рандевуры, говоришь с человеком, после рандеву сразу звонишь. И знаете, что я стала делать? Ну, понятно, в офисе там люди разные. Это было летом, как сейчас помню. Я провожу встречу. Допустим, встреча заканчивается, и человек говорит, я пошел подумаю. Ну, во время встречи, естественно, задают какие-то вопросы, возражения, да. Я записываю тебе сразу после встречи, то есть какой был разговор, и я сразу же после встречи звоню на старушку. Я говорю, смотри, у меня вот тут Петя приходил, да, он мне задал вот такой вопрос, и я ответила вот так. Он мне задал такой вопрос, и я ответила вот так. А вот здесь вот такой был вопрос, ну, типа, я не знала, как ответить, там с тема съехала и прочее. И он мне говорил, смотри, так, здесь ты ответила правильно, здесь правильно, здесь добавь вот такую фразу, здесь вот на такой вопрос в следующий раз ответил так. Что я делала? Приходила человек на следующую встречу, как правило, же задать обниму те же вопросы, да. Но уже на следующей встрече я отвечала так, как мне сказал мой наставник. И вот после этого пошел результат, пошел сдвиг. Понимаете? То есть я позволила на себя влиять. И смотрите сейчас, почему растут доходы. Потому что меня, ну, не влияет там даже, например, звонит мама, да, и, как обычно, ну, родители на старой закалке, им что-то не нравится, там, кто-то виноват, внуки не так себя ведет и прочее. Звонит, вот, сын такой тихой, ты ему скажи вот так, ты ему скажи вот так и скажи ему вот так. Ну, я сегодня понимаю, мама проработала всю жизнь, сегодня пенсия 10 тысяч рублей, и если я возьму маме совет, даже в плане воспитания своего сына, то есть я позволю маме на себя повлиять. Если я позволю на себя повлиять, значит, я доживу там до 15-15 лет, да, и мне будет доход 10 тысяч рублей. Мне это неинтересно. То есть я с ней поговорю, я говорю, успокойся. Ну, сейчас я уже родители в калочках воспитываю как свои первые линии, я говорю, успокойся, давай посмотрим на ситуацию по-другому, найдем в этом позитив. А с сыном я разговариваю, исходя из ситуации, так, как я считаю нужным. Не как мне кто-то посоветовал, а как я вижу. Иногда бывают спорные вопросы. Мальчик, переходный возраст, 17 лет, если у меня спорный вопрос, я иногда спрашиваю свою наставник, я говорю, смотрел, ну, там вот так, вот так. Говорю, как себя поступить? Потому что мы часто поступаем с детьми так, как мы видели, как вот наши родители с нами себя вели, и мы делаем то же самое. А если мы будем делать то же самое, то что из детей верить? Борис тут также, гора проблем, да, гора каких-то негативных мыслей. Наша задача детей выращивать в своей первой линии, это ваши самые такие главные первые линии, дети, внуки, да, вторые линии. Вот, поэтому, посмотрите сейчас, вот вы написали список. Я не говорю о том, что вам надо вообще перестать разговаривать со своими людьми. Все, у тебя маленький доход, я с тобой не общаюсь, да? Здесь важно перестать, так говорят, влиять их словам на тебя. Что бы он тебе ни говорил, все хорошо говорит, все прекрасно. То же самое, едешь ты где-то в такси, сидит таксист, да, я недавно ехала, и он рассуждает, у него есть определенные убеждения, да, у человека, и он их высказывает вслух. Люди такие, люди сякие, там, еще что-то, я сижу, думаю, когда же ты замолчишь-то? В какой-то момент, я говорю, вы знаете, я с вами не согласна, у меня вообще другое мнение, на это все люди вокруг прекрасны. Говорю, если вы не согласны, ну, это ваш вопрос. И все. Потому что, если бы я возглушала таксиста, кого бы я превратилась? Тоже таксиста, да, однажды. Поэтому посмотрите, посмотрите, кто на вас влияет, определитесь, я вам могу сказать, вот, чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее у вас пойдет глубина в бизнесе. У Вадима доходило до 45-го уровня в глубину. Вы вообще слышали, сколько у кого тут такое? Дубликация. Он приехал на Дальний Восток, и там какой-то человек в какой-то там линии уже нарисовался, он говорит, так приглашает. И он ему выдал его приглашение. Пошла четкая дубликация сеть, и, естественно, пошел рост в команду. И, конечно, самое первое, это всегда все начинается с самого себя. Вы написали правильно? Поэтому выстраивайте отношения, и это надо прежде всего для вас, потому что если вы выстроите отношения со своим наставником, вы получите, слышим, ваши люди автоматически сделают то же самое. Вам не надо будет там это снять, не надо будет там что-то там разжевывать. Они делают автоматически то же самое. И вы увидите, что у людей пойдет, и пойдет у вас рост в глубину. То есть это вот первое по поводу влияния, что я вам хотела сказать. И еще, что необходимо будет нам сделать домашнее задание. Сейчас будем заканчивать, потому что у нас через час уже мероприятия здесь. Значит, ваша задача сегодня написать в интернет пост, статусы в соцсетях какого плана. Я прошу Академию Личностного Роста, научился тому-то, 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 узнал новое то-то, 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 да. Зачем нужна такая Академия? И будете ли вы участвовать в следующих? И в конце должен быть призыв действие. Узнайте, как туда попасть. Или там, сделай так, чтобы ты оказался тоже на подобной Академии в следующий раз. Значит, вот эти посты вы выкладываете первое в соцсетях, вы скидываете в общий командный чат, так, и подготовьтесь, потому что завтра суббота, а завтра обязательно заведите всех своих новичков и будьте готовы к тому, что мы вам дадим слово. То есть, завтра голосом вы поделитесь тем, что вы получили от Академии, сколько денег вы заработали, у кого там подписи пошли, да, у кого какие лики произошли. И еще, пожалуйста, сегодня посчитайте статистику свою проделанную действие за вот эти 10 дней. По каким пунктам? Сколько было контактов, сколько было звонков, сколько было тройных разговоров, естественно, сколько включений были или нет, и сколько денег ты сделал. По этим пунктам это обязательно ты посчитайте и дойте своему наставнику. И очень важный момент. Вот сейчас вы прошли вот эти 10 дней. Вот многие вещи мы вам давали, они не одноразовые, то есть это вещи, над которыми необходимо внутри себя трудиться, трудиться, трудиться каждый день. И в этом случае, конечно, как Вадим написал, сейчас в своем убеждении. Меняешь свои убеждения и мысли, меняются результаты. Ты лучше будь зеленым, с деньгами, чем умным без денег. Посмотрите, кто из вас сейчас умный, превратитесь лучше в зеленого, в ноль, настроите свою смешимость и вы увидите, деньги пойдут к вам гораздо быстрее. И завтра обязательно приглашайте всех своих людей, завтра, как обычно, по плану в 10 часов, проверьте свои компьютеры, чтобы у вас была камера, интернет, звук, буквально каждый выскажется, ну там, по 2 минуты, да, пойдет со своими свидетельствами своими результатами. На этом сегодня хочу закончить. Желаю вам сегодня очень продуктивного дня, 10 по 5, да, 10 человек по 5500, 5 человек по 13750, помните, да, о чем мы с вами вчера говорили. И до встречи завтра, всем хорошего дня, всем пока-пока. Субтитры